МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень распространенных и очень разнообразных лечебных процедурах, не имеющих, тем не менее, никакого отношения к современной медицине. Наша сегодняшняя тема – отвлекающие процедуры. Пойдемте, отвлечемся! Программа выходит за поддержкой торговой марки Барни. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, судя по тому, что вы все тут видите, тема нашей сегодняшней встречи. И всем близка. Итак, отвлекающие процедуры. Давно вы всем вот этим пользовались, а, Луиза Васильевна? Давно. Ну, вообще, болезнь ребенка – это вообще стресс для семьи. А бабушек без банок и вообще не представляют. Ну, давайте тогда узнаем, что же обо всех этих процедурах, которые называются отвлекающими, думают наши эксперты. Давайте. Отвлекающие процедуры – это, это, это приятно. А вот когда я болела, мама мне специальной травкой закапала нос, а я от нее чихала. Всю ночь мне мама подкрыла кровать и как, и ложила, вот здесь как, и капутичку ложила. А папа вот так раскладывал, ну, не в треугольник, но в ром, а потом ром складывал в треугольник, а потом вложил картошки в шкульке горячей, туза, а потом скрутил и меня на сейл. Так было горячего, чуть не сгорел. Горчичник такой был немножко неприятный, но приходилось терпеть, я терпела. А этот зеленый, так печен, что даже нельзя купаться в воде. Мне набирала бабуля воды в миску, и я засовывал ноги, и мне было тепло. И потом еще, еще, еще. У меня ноги потом красные. Вот просто надо ножки парить, потому что захотели так. Ну, я знаю, что такое тыкать. Какие тыкать человек от какой-то работы. Отвлекающие процедуры действительно настолько распространены, что широкие массы трудящихся убеждены в том, что врачи долго и плодотворно изучают все вот это в медицинских институтах. На самом деле ничего подобного не происходит, хотя к врачам ходят, чтобы задавать вопросы. Что же со всем этим делать? Да. У вас на приеме была Наталья Доля с мужем Романом и сыном Матвеем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Какой богатый арсенал лечебных процедур был у наших родителей, сказала как-то своему мужу Роману Наталья Доля. Попарить ножки, засыпать горчицу в носочки, обмотать шею теплым плотком, намазать жиром, поставить банки, горстичник, компресс, а еще йодовая сеточка, раздирание и капустный лист. Когда наш Матвей хворает, мы десятой части этого не используем, чтобы ему помочь. Правильно ли это? Стоит подсоветоваться доктором Камаравкин. И, кстати, узнаем, почему эти лечебные процедуры он называет отвлекающими. Когда я заболевала, я не помню, с чего все начиналось, с температуры или с горла, но заканчивалось с видобанками, горчичниками, это все чередовалось. Мне натирали ноги, парили их, и обязательно, когда уже заканчивались горчичники и банки, через 3 или 4 дня, начинались ингаляции. Понятно. А папа, как у вас было принято? В детстве маленький помню, что все время дышали картошкой под полотенцем. Вот с бабушкой. Ну, это как бы отдельная тема ингаляции. А вот всего такого, типа ножки попарить, горчичники, банки? Не любил и не помню. Не помню. Так, хорошо. Из этого могучего арсенала, способа помощи, который вам был передан по наследству от старшего поколения, что же вы реализуете вот с собственным ребенком? Когда у нас начинает болеть горло, я ему всегда натираю ноги, одеваю теплые носки, и если я подозреваю кашель, я натираю его жиром. Понятно. А что говорит папа по этому поводу? Барсучий жир. Папа об этом слышал, да? Да, папа об этом знает. Папа об этом знает. Папа даже это делал. Понятно. То есть я, собственно говоря, хочу обратить ваше внимание. Просто ваше внимание. У вас, насколько я понимаю, в семье с этим проблем нет. То есть Матвей спокойно к этому относится? Или ему это не нравится? Да, спокойно. Спокойно. Опять-таки, вы вроде как принимаете участие в процессе лечения. Да. То есть вы не сидите сложа руки, вы что-то делаете. Главное понять, что отношение вас и отношение медицинской науки к отвлекающим процедурам, оно принципиально разное. Ну вот, как бы, это действительно очень широко распространено. Это дань традициям. Я как-то уже в одной передаче рассказывал, что вот когда приезжают наши эмигранты, приезжают в Америку, ну вот у них есть врачи, да, которые там их лечат, американские врачи. И вот американских врачей есть инструкция. Вот если вы идете на осмотр, или к вам пришел на осмотр пациент, который эмигрировал там из СНГ, и вы обнаружили у него на спине большие синяки, то вы, пожалуйста, не пугайтесь, не вызывайте полицию, это не побои, это такой славянский метод лечения называется. То есть никто, они не знают, для чего это делается, но они как бы знают, что вот такой садистский метод, он есть у нас. Понятно? То есть на самом деле, в чем главная, собственно говоря, проблема? Почему медицинская наука не может ответить на вопрос, помогает это или не помогает? Вот на самом деле. Потому что 99% всех соплей, болей в горле, там повышение температуры, с которыми дитя пришло из детского сада, это острые респираторные вирусные инфекции. Организм борется с острыми респираторными вирусными инфекциями по совершенно особым законам. Начинает вырабатываться там белок, который называется интерферон, он достигает своего пика на третий день болезни, а на пятый день болезни начинают вырабатываться антитела, которые убивают вирусы. То есть самостоятельно организовываются. Поэтому при любой вирусной инфекции на четвертый день становится лучше, а на пятый-шестой день ребенок выздоравливает. Грубо говоря, можно ничего не делать? Мне уже нравится. Не делать ничего действительно можно. Если под словом ничего не делать, вы понимаете, банки, горчичники, парить ноги и намазывать... Нет, в этот период, конечно же, это я знаю, что нельзя ничего. Так вот, я к чему вам это все рассказываю? К тому, что есть болезнь, которая без лекарств, то есть без отвлекающих процедур, проходит за пять дней. Естественно, доказать, что банки или горчичники ускоряют сроки выздоровления, невозможно. Потому что они просто не могут этого добиться. Ну, то есть пока в организме вот эти два этапа не пройдет, третий день интерферон, пятый день антитела, ничего быстрее не произойдет. Поэтому медицинская наука говорит, доказать эффективность этих процедур невозможно. Поэтому, если вы возьмете любую там серьезную медицинскую монографию, то там слова такого нет, отвлекающие процедуры. Если вы возьмете учебник для студентов мединститутов, там будет написано, иногда применяются, или можете попробовать, а вот иногда можете засунуть. Ну, там многие куда-нибудь, да? Если вы возьмете учебник для медсестер, там уже написано, надо использовать то-то, а если вы возьмете журнал типа здоровья для родителей, то там будут тысячи страниц посвящены тому, каким жиром намазать лучше, барсучим или медвежьим. Понимаете? Ну, то есть, если охотники на барсуков дали больше денег, то барсучим, а если охотники на медвежьи, то медвежьим. Но суть, на самом деле, состоит именно в этом. Кстати, это вот, то, что папа рассказал про барсуков, я вам сейчас расскажу историю про барсуков, чтобы вы просто были в курсе. То есть, с незапамятных времен люди знали о том, что если у человека, там, тяжелая инфекционная болезнь, и у него при этом нормальная температура, то шансов на выздоровление практически нет. Вот, во все времена, там, тысячи лет назад. Но люди знали, что если человека нагреть, нагреть, то у него появится шанс на выздоровление. Поэтому брали ребенка, намазывали его толстым слоем вот такого жира, втирали именно его в кожу, чтобы он не мог потеть. После этого закутывали в кучу там одеял, у организма поднималась температура, и тогда один из тысячи мог выздороветь. Ага, ну ничего, да? И как только один из тысячи выздоровливал, то тогда по всем городам, весям и пещерам распространялись слухи о том, что знахарь Федя с помощью жира волшебного барсука спас вот ребенка. И тогда берегись барсуки, назвал. То есть все плепени